Новый лидер Хамаса и организатор резни 7 октября прошлого года в Израиле Яхье Синвар был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа в среду 16 октября. Об этом сообщили в армии обороны Израиля. По информации, полученной журналистами СНН, тело Синвара было обнаружено в развалинах здания в Рафахе на юге Газы, разрушенного в среду вечером в результате попадания танкового снаряда. Яхье Синвар, лидер террористической организации Хамас, ответственный за резню 7 октября, мертв. Синвар несет ответственность за самое жестокое нападение на Израиль в нашей истории, когда террористы из Газы вторглись на территорию Израиля, устроили резню израильтян в их домах, насиловали наших женщин, сжигали заживо целые семьи и взяли в заложники более 250 мужчин, женщин, детей и младенцев, которых увезли в Газу. 101 заложник до сих пор находится в плену, в жесточайших условиях. В течение года Синвар пытался избежать правосудия, ему это не удалось. Мы обещали, что найдем его и придадим суду, и мы сдержали свое слово. Именно Яхья Синвар решил начать войну с Израилем, прячась за спинами мирных жителей Газы. С самого начала этой войны, которую Синвар начал 7 октября, мы заявляли, наша война с Хамасом, а не с народом Газы. И мы это действительно имеем в виду. Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду и медикаменты, которые поступают в Газу. Для жителей Газы, которые страдают из-за Яхья Синвара, в этот день наши мысли с семьями тех, кто был убит или похищен по вине Синвара. Мы склоняем головы в память о наших храбрых солдатах, отдавших свою жизнь ради защиты народа Израиля. Наша работа еще не окончена. Мы не успокоимся, пока не вернем всех наших заложников любыми средствами и будем продолжать действовать до тех пор, пока не выполним все свои задачи по защите народа Израиля. Начальник генерального штаба, генерал-лейтенант Херций Халеви, прибыл на место, где был ликвидирован Яхья Синвар, вместе с командующим Южным командованием, генерал-майором Яруном Финкельманом, главой оперативного управления, генерал-майором Адедом Басиуком и командующим дивизией Газы, бригадным генералом Бараком Хирамом. Этот человек планировал, инициировал, отдавал приказы и исполнял их. И я полагаю, что если бы мы оставили его в живых, он продолжил бы делать это и дальше. Повсюду солдаты и командиры Цахала действуют с настоящей решимостью, проявляя инициативу. Думаю, особенно важно отметить здесь подход к проведению операций и решительность Южного командования и дивизии Газы в том, чтобы эффективно закрепиться на территории. Бригада Беслах и батальоны действовали очень активно, двигаясь вперёд. Посмотрите, в этой войне мы провели много специальных операций, где у нас была отличная информация, и мы направляли силы с высокой точностью, зная, куда идти. В этом случае у нас не было такой информации, и всё равно реакция была очень-очень сильной. Это ваша профессиональность, ваша решительность и чёткая идентификация угрозы, за которой следовала молниеносная готовность. Сейчас мы находимся между 7 октября и Симхат Тора, и в эти 11 дней, между еврейским и григорианским новыми годами, мы сводим счёты с Синваром, который был ответственен за тот тяжёлый день год назад. Израиль подтвердил личность ликвидированного главаря террористов после проведения ДНК-тестов и стоматологической экспертизы с использованием медицинских записей, сделанных во время пребывания Синвара в израильской тюрьме. Бывший стоматолог израильской тюремной службы и глава разведывательного отдела Юваль Бетон сообщил, что врачи спасли жизнь Ехье Синвару, когда он заболел абсцессом мозга, редким, но опасным состоянием, возникшим в результате инфекции после лечения корневого канала. Синвар был освобождён из тюрьмы в 2011 году в рамках сделки, чтобы обеспечить освобождение из газы израильского солдата Гелада Шалита, который более пяти лет находился в плену. Я знал Синвара, его статус и его способность влиять на ситуацию. Мы также видели, что когда Шалит был в плену, именно Синвар из тюрьмы управлял движениями в переговорах. Это был не Ахмед Аль-Джаабари снаружи, не Хания и не Халит Машаль. Все решения принимал именно Синвар изнутри тюрьмы. Мы эвакуировали его в больницу. Там ему сделали операцию, которая спасла ему жизнь. Если бы абсцесс лопнул в его мозге, он бы не выжил. Как врачи службы исполнения наказаний, мы оказываем помощь всем заключённым, независимо от того, что они сделали и за что были осуждены. Синвар провёл более 20 лет в израильской тюрьме, где перенёс несколько медицинских процедур, некоторые из которых врачи охарактеризовали как спасительные. Также в четверг вечером израильская полиция сопроводила конвой с телом Синвара в Центральный Израиль, где оно было передано в Институт судебной медицины страны. Одновременно образцы тела прибыли в Институт судебной медицины Израиля. Мы сняли отпечатки пальцев и сравнили их с базой данных израильской полиции. Институт судебной медицины составил ДНК-профиль и отправил его в базу данных ДНК израильской полиции. В обоих случаях мы нашли совпадение с Яхьи Синваром. У нас есть совпадение по ДНК, отпечаткам пальцев и зубам Яхьи Синвара. У израильской полиции и уголовно-исполнительной службы есть все эти данные, и мы фактически использовали предыдущие данные для сравнения. Палестинцы осудили убийство лидера Хамас Яхьи Синвара, заявив, что война продолжается. Он знает, что его судьба – стать мучеником во имя Бога. Весь палестинский народ знает, что они мученики. И слава Богу! Они убили не только Синвара, но и Исмаила Ханию, убили Хасана Насралу, и война не прекратилась. Мы призываем остановить войну. Мы не просим их убить этого или того. Они убили большинство наших лидеров, и война не остановилась. Мы призываем остановить войну. Мы слышали эту новость, но даже если он стал мучеником, война продолжается. Это сопротивление, которое не исчезает с исчезновением мужчин. Убийство Синвара не приведет к прекращению сопротивления, компромиссу или капитуляции и поднятию белого флага. Шейх Ахмед Ясин, Абдель Азиз Аль Рантиси, Салах Шехаде, Падхи Шакки, Ясир Арафат и Абу Али Мустафа – все они были убиты ранее. Это длинный список личностей и лидеров палестинского сопротивления. Но сопротивление продолжалось. Верно, что это может повысить политический вес Нетаньяху, но это не остановит сопротивление и не помешает палестинцам продолжать борьбу за свое право на самоопределение. Мать израильского заложника призвала премьер-министра Бенджамина Нетаньяху заключить сделку для освобождения всех заложников. Это заявление было сделано вскоре после того, как израильская армия сообщила, что ее солдаты, возможно, убили лидера Хамаса Яхью Синвара в Газе. Мы расплатились с главным убийцей Синваром. Но сейчас, как никогда, жизни моего сына Матана и других заложников находятся в реальной опасности. Важно помнить и напоминать, что люди хотят, чтобы заложники вернулись домой, и что их возвращение – одна из целей этой войны. Не будет настоящего завершения, не будет абсолютной победы, если мы не спасем жизни и не вернем их всех обратно. Ливанские граждане в Бейруте говорят, что смерть лидера Хамаса Яха и Синвара только укрепит их решимость защищать Газу и Палестину. Они восхваляют его как борца сопротивления защитника Палестины Ливана и всего Ближнего Востока. Он один из моджахедов. До Синвара был ли кто-то как Синвар? Он сидел в тюрьме, вышел и выполнил свои обязанности. Каждый, кто вышел из тюрьмы, выполнил свои обязанности. Если бы они хотели стереть нас с лица земли, никто бы… мы не отступим. Был убит борец за сопротивление, защитник Палестины, Ливана и всего Ближнего Востока. Его убийство делает нас все более решительными в защите и поддержке Газы и всей Палестины. С Божьей помощью мы вместе с Синваром и его бойцами освободим Палестину. Израильтяне в Тель-Авиве выразили озабоченность с судьбой оставшихся заложников в Газе после сообщения о возможной гибели лидера Хамаса Яхьи Синвара. Честно говоря, я чувствую себя немного растерянной. Я очень беспокоюсь о заложниках, и мне очень трудно найти веру и надежду. И я всегда думаю, а что, если бы это могло быть со мной? Или с моим сыном, который был со мной? И тот факт, что человек, ответственный за резню, мертв? Как бы там ни было, я не уверена в этом. Но что это значит для наших заложников, их безопасности, и сколько из них все еще живы? Я очень-очень беспокоюсь об этом. Мы только что услышали слухи о том, что Синвар убит в Газе. Это было приятно слышать. Если это действительно так, значит, это очень успешная операция. Я уверен, что это поднимет нашу гордость, и мы гордимся этим. С другой стороны, у меня нет представления, как это повлияет на будущее. Поможет ли это как-то освободить заложников? Я очень надеюсь, что это возможность, которую можно использовать, чтобы вернуть заложников домой. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил в четверг, 17 октября, что смерть лидера Хамаса Яхи Синвара открывает шанс на мир на Ближнем Востоке. Но предостерег, что война в Газе еще не окончена, и Израиль будет продолжать действия, пока не вернет всех заложников. Граждане Израиля, год назад мы отмечали суктот. В этот самый момент Яхья Синвар завершал последние приготовления к массовому убийству 7 октября. Я стою перед вами сегодня, чтобы сказать, что Яхья Синвар был устранен. Преступник, который совершил самое ужасное массовое убийство в истории нашего народа со времен Холокоста, массовый убийца, который убил тысячи израильтян и похитил сотни наших граждан, был сегодня уничтожен нашими героическими солдатами. И сегодня, как мы и обещали, мы расплатились с ним. Сегодня зло получило серьезный удар, но задача перед нами еще не завершена. Дорогим семьям заложников я хочу сказать, это важный момент в войне. Мы продолжим с полной силой, пока не вернем всех ваших близких, которые также являются нашими близкими. Это наша высшая обязанность. Это моя высшая обязанность. Его убийство – это важная веха в упадке злого правления Хамас. Я хочу еще раз сказать, как можно яснее. Хамас больше не будет править газой. Я призываю всех, кто удерживает наших заложников, тот, кто сложит оружие и вернет наших заложников, мы позволим ему уйти и жить. И тем же самым я говорю, тот, кто причинит вред нашим заложникам – мертвец. Мы расплатимся с ним. Возвращение наших заложников – это возможность достичь всех наших целей и приблизить конец войны. Народам региона я говорю, в Газе, в Бейруте, по всему региону тьма уходит, а свет восходит. Перед нами открывается великая возможность остановить ось зла и создать другое будущее. Будущее мира, будущее процветания для всего региона. Вместе мы можем прогнать проклятие и продвинуть благословение. Теперь всем ясно, и в Израиле, и во всем мире, почему мы настаивали на том, чтобы не прекращать войну. Почему мы настаивали, несмотря на давление, на входе в Рафа, укрепленный оплот Хамас, где прятались Синвар и многие убийцы. Сегодня мы еще раз показали, что будет с теми, кто причиняет нам вред. Сегодня мы еще раз продемонстрировали миру победу добра над злом. Но война, мои дорогие, еще не окончена. Она трудная и требует больших жертв. Яхья Синвар мертв. Он был убит в Рафахе, нашими храбрыми солдатами израильских сил обороны. Хотя это не конец войны в Газе, это начало конца. Люди Газы, у меня простое сообщение для вас. Эта война может закончиться завтра. Она может закончиться, если Хамас сложит оружие и вернет наших заложников. Хамас удерживает 101 заложников в Газе. Это граждане 23 стран. Граждане Израиля и граждане многих других стран. Израиль готов сделать все возможное, чтобы вернуть всех их домой и гарантирует безопасность всех, кто вернет наших заложников. Но тем, кто причинит вред нашим заложникам, у меня другое сообщение. Израиль найдет вас и привлечет к ответственности. Ось террора, созданная Ираном, рушится на наших глазах. Насралла больше нет, его заместитель Мухсин мертв, Хание больше нет, Дейв исчез, Синвара больше нет. Царство террора, которое иранский режим навязал своему народу и народам Ирака, Сирии, Ливана и Йемена, тоже подойдет к концу. Все, кто стремится к будущему процветания и мира на Ближнем Востоке, должны объединиться, чтобы построить лучшее будущее. Вместе мы можем оттолкнуть силы тьмы и создать будущее света и надежды для всех нас. Израильские заложники в Гази не вернутся, пока не прекратится агрессия против осажденного палестинского анклава и израильские силы не отступят, заявил Халиль Аль-Хая, заместитель главы Хамас в Гази и главный переговорщик группы. В пятницу, 18 октября, после того, как он оплакал погибшего лидера Хамас. Эти заложники не вернутся, пока не прекратится агрессия против нашего народа в Гази, пока не будет полностью выведена оккупационная армия и освобождены наши герои, заключенные в тюрьмах. Мы продолжаем путь Хамаса. Мы скорбим о нашем лидере, нашем бойце и брате, мученике Яхья Синваре Абу Ибрагиме, политическом лидере Хамас и командире битвы Аль-Акса. Он был убит как герой, мученик, сражаясь и не отступая. Он пал в бою с оружием в руках, сражаясь с армией оккупантов до последнего момента своей жизни. Он был на передовой, перемещаясь из одного места боя в другое, оставаясь стойким на гордой земле Газы. Мы уверены, что эта кровь осветит наш путь и усилит нашу мотивацию к стойкости. Движение Хамас будет продолжать путь своих основателей и мучеников, пока не достигнет стремления нашего народа к полной свободе, возвращению на наши земли и созданию нашего палестинского государства на всей палестинской земле с Иерусалимом в качестве столицы. Это станет проклятием для оккупантов, которые сейчас находятся на этой земле. Смерть нашего лидера Яхья Синвара, а также лидеров и икон нашего движения придаст нам силы и настойчивости продолжать их дело и оставаться верными их памяти и жертвам. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду в пятницу, 18 октября, что смерть лидера Хамаса, Яхья Синвара, откроет путь к прекращению огня и освобождению израильских заложников. Он выступал в Берлине рядом с президентом США Джо Байденом, чью поездку Шольца характеризовал как сильный сигнал трансатлантического единства. Смерть лидера Хамаса Синвара, который несет ответственность за ужасную террористическую атаку, дает надежду на то, что открывается конкретная возможность для прекращения огня в Газе и достижения соглашения о освобождении заложников Хамаса. Смерть лидера Хамаса – это момент справедливости. У него на руках кровь американцев, израильтян, палестинцев и многих других. Я сказал премьер-министру Израиля вчера, давайте сделаем этот момент возможностью для поиска пути к миру, к лучшему будущему в Газе без Хамаса. Я с нетерпением жду обсуждения Ирана. 7 октября 2023 года боевики палестинского террористического движения «Хамас» напали на Израиль и захватили в заложники более 250 человек. Еще около 1200 мирных жителей были убиты террористами. В ответ армия обороны Израиля начала бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. Через полтора месяца израильское правительство, договорившись о временном прекращении огня с Хамас, добилось обмена 105 заложников. Еще восьмерых смогли спасти израильские военные. После этого процесс переговоров зашел в тупик. В июне этого года стало известно о гибели четырех заложников, похищенных Хамас. В сентябре военные Цахал нашли в тоннелях в секторе Газа тело еще шестерых заложников. Год спустя в плену у Хамас остаются 97 человек. По данным Цахал, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть еще больше. Продолжение следует...